27 июля руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев посетил Тверь с рабочим визитом. Программа поездки была насыщенной. Утром прием граждан, затем инспекция капитального ремонта в 17-й школе и строительство школы в микрорайоне Южный, а также детского сада «Умка». Владимир Васильев посетил детский сад «Умка» в микрорайоне Южный, где совсем недавно закончились отделочные работы. Современный и безопасный детский сад был построен за два года в рамках национального проекта «Демография». 1 июня 2023 года, в Международный день защиты детей, состоялось торжественное открытие нового образовательного учреждения для детей. Пока сад строился, мы приезжали сюда, смотрели, следили вместе с строителями, были здесь. Мы очень рады вместе с детьми, наши родители, что у нас такой прекрасный детский сад. С момента открытия прошло меньше двух месяцев, а свободных мест в новом детском саду уже нет. Это совсем не удивительно, ведь это место привлекает всех, кто о нем узнал. Здесь современное оборудование, развитая система дополнительного дошкольного образования для детей. Например, в здании детского сада оборудована мультстудия, благодаря которой дети смогут создавать рисованные мультфильмы. Такие возможности очень привлекают как детей, так и родителей. Воспитатели с ним занимаются со всеми, постоянные отчеты, они все это выкладывают, скидывают родителям. Он питаться начал нормально, то есть его дома не накормить кашей, капустой. Самое главное, я считаю, это, во-первых, безопасность. Камеры установлены по всей территории садика, в каждом помещении садика. Никаких опасных объектов нет, допустим, те же качели, что там раскачаться, упадет кому-то, по голове может дынуть. Национальный проект «Демография» открывает широкие возможности для строительства и модернизации материально-технической базы объектов системы образования. Многие школы и детские сады получают новую жизнь. Одновременно с этим строятся и новые современные и безопасные образовательные учреждения. Все ради развития детей. Радуюсь и думаю, что та работа, которая сегодня ведется в стране, защита традиционных ценностей и то, что сегодня делается часть защиты, основой семьи, поддержки, создания условий, я думаю, огромнейший процесс. Строительство новых образовательных учреждений – это и правда огромный базовый потенциал для всех сфер. Ведь качественное дошкольное и школьное образование – это основа воспитания здоровой и гармонично развитой молодежи, которая со временем станет достойной сменой нынешнему поколению.